Почерк городской администрации заметен невооруженным глазом. Грубо, топорно и без души. Именно так многие забайкальские архитекторы описывают эту аллею. Аллея почетных граждан Читы появилась здесь год назад, накануне Дня города. Родилась она в самом центре, историческом Полутовском квартале. Для ее установки пришлось пожертвовать зелеными насаждениями. Конечно же, городские власти это опровергли. Якобы мера была крайняя. Деревья сгнили. Видела на днях, как человек 10, если не больше чиновников, стояли в этой пешеходной зоне. Я так и подумала, что недолго осталось жить этим деревьям. Страшные лысые улицы с пеньками. И так наш город красотой не отличается, так вы еще его уродуете. Как же жалко наш город с такими горе-руководителями, бездумными, откровенно неумными, скоро превратиться в пустыню, помойку. В любом городе, за исключением Забайкалья, каждый пустой участок засаживают зеленью. Но что есть, то есть. 74 фотографии с краткими биографическими данными украшают одну из главных улиц краевого центра. Изображение военного губернатора Забайкальской области Евгения Мациевского открывает галерею. Закрывает заслуженный врач России, ведущий хирург Забайкальского края Сергей Лобанов. Сама по себе идея отдать дань глубокого уважения людям, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие и процветание города более чем достойное. Вот только воплощена она чисто формально. На металлические трубы водружены прямоугольники с некачественно выполненными портретами. Более того, аллея установлена с нарушением правил землепользования и застройки. Все это выглядит очень мелко, посредственно и неинтересно. И вот почему. Ну, например, все связано еще с тем, что конкретный участок, на котором размещена эта галерея, он находится в зоне, где сосредоточены памятники архитектуры, памятники культуры. Генеральный план определил зону охраны, визуальной охраны этих памятников не менее 100 метров, а в данном случае даже до 200 метров. Это визуальная зона охраны. Поэтому, когда мы поставили эту галерею, то она практически перекрывает возможность для туриста, для зрителя даже восприятия, фотографирования этого фрагмента города. И уже одно это несет в себе большой недостаток в определении места, где может быть размещена эта галерея. Это очень важно, чтобы произведение и создание одного, скажем так, элемента не повредило другому, не менее важному и не менее интересному. Подобного мнения придерживается и архитектор Арина Шарамина. Аллею почетных граждан она назвала безобразным внедрением в исторический квартал. А председатель Забайкальской организации «Союз архитекторов России» Николай Бунтовский объяснил происходящее просто – главного архитектора в Чите нет. Ведь еще на стадии принятия этого решения забайкальские архитекторы были против. Однако их мнения, а также дизайнеров, художников, скульпторов учитывать не стали. А у простых жителей его даже не спросили. Просто вот администрация решила, что надо, так сказать, часто для галочки сделать такие, какое-то действие подобного рода. Вот они где-то покопались в интернете, где-то нашли, что то, что соответствует их вкусам, их представлениям, оно должно было пройти через конкурс, через творческий конкурс. И тут как раз вот возникает вопрос о том, что администрация старается сэкономить на таких вот мероприятиях, как творческий конкурс, творческое соревнование, в результате которого может быть выявлено совершенно, и в результате вот получается вот такая вот, ну, совершенно примитивная, элементарная, ничего не говорящая, как говорится, композиция. Вспоминаем вновь лицо краевого центра, площадь имени Ленина, заставленная сараями Сапожникова во время новогодних праздников. Возможно, это тоже было неповторимым художественным решением, переплетенным с тонким эстетизмом и врожденным чувством вкуса. Как говорится, он художник, он так видит. Поставили какую-то забегаловку в силу того, что, ну, кто-то там получает какие-то выгоды от того, что это чебуречная, значит, пивная или как ее назвать, значит, работает на главной площади города. И это как бы прописалось уже на площади, чего быть не должно ни в коем случае. Или площадь декабристов. Перед ее реконструкцией Виктор Кулеш разработал три различных проекта, и ни один из них не был воплощен в жизнь. Тогда своими готовыми проектами он предложил воспользоваться коллегам из Бурятии. Мы просто-напросто изуродовали площадь, и ни больше, ни меньше, значит. И остановить просто некому, потому что, может быть, никто не хочет конфликтовать, никто не хочет вызывать огонь на себя. А если мы посмотрим, например, как изуродовали крыльцо краевой библиотеки, центра культуры, изуродовали так, что при самом примитивном представлении об архитектуре, но этого нельзя делать. Но, тем не менее, это сделано. Но вернемся на нашу аллею. Разместить ее можно было в скверах или местах памяти, чтобы смотрелась она легко. А главное, чтобы была выполнена достойно, как того заслуживают все эти уважаемые люди, от которых сегодня веет холодом. Ну да, что-то есть. Не, серьезно я говорю, но это мое мнение, я не навязываю никому. Ну, не современно, как-то по старинке, какие-то бруски. Не знаю. Ну, есть что-то такое. Я бы не сказала, что совсем так, но что-то есть. Можно было красочно оформить. Да. Это же наша гордость, наши вообще авторитеты. Каждый хочет равняться на них. А выглядит как-то серовато. Я бы немножко приукрасила цветным. Возможно, нужно было не в этом месте ее делать. А в каком бы месте вы ее сделали? Может быть, где мемориал находится.